Всем привет, с вами Тома и начинаем наш субботний разговорный стрим. Где планшет, где список, все тут. Я вроде с ровной щелкой. Всем привет, это пушин, я его довязала. Я опять забыла, как нянгет звучит, ну короче, да, мы его разыгрывать будем в последнюю субботу, точнее нет. На самом деле это уже будет первая суббота марта, по-моему. Короче, на следующей неделе стрима не будет, потому что будет 23 февраля и вообще на следующей неделе в принципе стримов не будет. Ха, 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 вот, так что мы его разыграем через две недели среди платных подписчиков и донатеров от 300 рублей за февраль месяц. А сегодня у нас новости, новости по Малителпоне, там всяких анонсов навалили кучу-кучную на этот год, и не только на этот год. Вот, игрушки там всякие, выставка началась, вот такое, правда по выставке инфы пока мало, так что она только сегодня стартует. Вот, и потом во второй части мы с вами посмотрим клипы по Sailor Moon, пообщаемся просто так вот в лайт-режиме, потому что я что-то вообще упарилась и вообще... Какой-то он плоский. Так пушин плоский. Какой пушин-то? Какая? Пушин такая и игрушка. Я же плоской рисую обычно, ну такой. Ну, как бы, я попыталась ее немножко в объем, но понимаете, что, как бы, какой дизайн такая игрушка. Хорошо, давайте, короче, начинать с артов. Вот, у нас много всего всякого интересного нужно обсуждать, поэтому давайте быстренько по фанартикам проскочим. Так, первый рисунок у нас от Юлии. Я пытаюсь понять, что я тут написал. От Юлии. Причем она ее, по-моему, на прошлом стриме рисовала, пока мы лего обсуждали. Спасибо большое. С калибордом, отвечайся. Дальше у нас от Луны. То, что она говорила. Рисунок с той части Inspiration. И еще тут с Кейденс. Короче, двоеточие три. Окей. It's streaming time. Большое спасибо. Дальше у нас от Анны. Inspiration. Такая вот няшка. Глозастик. Дальше у нас от Баграта. 3D моделика в Майнкрафте. Вот Inspiration. И вот такая Inspiration няшечка. Вот это из Инстаграма от Вики. Тоже отвечайся с крипбордом. От Надежды. Хочу плюшку от мешка подарков. И от Надежды. Вот, да. Вот такая у нас классная. Это кто-то из моих кошек? Или это то, что я связала? Так. Это от Аулы. Вот. Это от Екатерины. От Каферин. Как я все время неправильно читаю этот ник. И от Динки Пай Твичайс. Вот. Спасибо, девочки и мальчики большое. И мы сейчас с вами будем обсуждать... Обсуждать... Обсуждать новости. Мы будем так. Это можно отложить. Всем привет-привет-привет-привет-привет-привет. Надеюсь, сегодня не будет камней. В смысле? Каких камней? А что вы? Сегодня будут анонсы. Давайте начнем сразу. Короче, главный анонс сегодняшнего утра это то, что выставка еще не началась, но был уже предвыставочный день, и Hasbro уже общалась с инвесторами, и в их презентации, пока это была, я так понимаю, ну, может быть, еще какая-то информация появится, но на данный момент они уже инвесторам засполерили, ну как, не засполерили, они уже инвесторам рассказали о том, что в их медиаплане значится второй мувик по My Little Pony, который они перенесли на 2021 год. Если помните, в декабре 2017 года у нас такие были сливы-сливы-сливы, и там стоял в плане такой мувик, но он стоял на 2019, наконец. Вот, и, соответственно, 2021 все-таки он будет, ну и, в принципе, логично, потому что, знаете, разбег между первой и второй частью в два года, вот, 2017 и 2019, это было слишком не реалистично, по-моему, звучало, то, что полнометражка все-таки пилится больше, чем два года, на мой взгляд. Вот, поэтому, как бы, следующая часть будет в 2021 году, а, судя по всему, это будет именно сиквел, то есть My Little Pony The Movie 2, это будет еще четвертое поколение. Вот, соответственно, что у нас будет до 2021 года, пока непонятно, будет ли девятый сезон все-таки последний, или все-таки нам еще ждать десятый в 2020 году, пока ничего не ясно, никаких анонсов пока на этот счет не было, пока вот все в подвешенном состоянии, но это явно, по идее, именно закрывающий G4, не открывающий G5 мультик, хотя они могут как-то это скомбинировать, я не знаю, в общем, 2021 год, ожидаемся. Видела новый спешл про рерити? Видела, конечно, и вам тоже покажу, кто не видел. Следующий крупный анонс, уже касаемо этого года, это новый поняшный спешл, который анонсировался благодаря анонсу новых игрушек. Игрушки называются Rainbow Tail Surprise, они будут в этом году, и что касаемо самих игрушек, мы их еще потом, когда-нибудь на днях покрупнее посмотрим на выставки. Но вообще у них идут вот белые хвостики, и эти хвостики окрашиваются в воде, то есть, ну или в температуре, пока не очень понятно, я думаю, на выставке может будет понятнее, там наверняка это должны демонстрировать. И прям вот какой-то реально тренд, вот эти все игрушки, меняющие цвета, прям все побежали их делать. Вот, но что касаемо этих игрушек, больше интересен тот факт, что анонс вот этой линейки вышел вместе с анонсом спешла, поняшного спешла этого года. Радужная поездка, Rainbow Road Trip. В анонсе, в анонсе написано «Лето», но лето, по-моему, все-таки касается игрушек. Вот, но, возможно, это лето коснется и самого спешла, потому что, судя по всему, спешл будет более такой летний, и переносить его на осень-зиму как-то смысла не особо много. Возможно, его покажут в Хиатус, если все-таки девятый сезон стартует весной. Но, опять-таки, этого подтверждения все еще нету. Вот я надеюсь, что на выставке, вот в ближайший день-два, нам все-таки подтвердят хотя бы дату старта девятого сезона, потому что пока вообще непонятно, то ли он стартует весной, то ли он стартует позже. Но вот этот спешл, в любом случае, запланирован на этот год. Вот, пока что, может быть, летом, но, может быть, и позже, точной информации нет, потому что лето это точно касаемо фигурок. По поводу, о чем будет, вот к этому уже есть анонс. Когда Twilight Sparkle с подругами прибывают в Hope Hollow, они находят город и всех его жителей полностью лишенными цвета. И отпуск их мечты становится больше похожим на кошмар. Основной шестерке придется разгадать тайну этого обесцвеченного мира, если они надеются вернуть радугу обратно на радужный фестиваль и цвет в жизнь их новых друзей. Вот, то есть у нас, в принципе, это достаточно... Короче, тема про то, что из мира пропали краски, и героям надо его вернуть, достаточно, ну, не шаблонная, но не первый раз встречается. Вот, ну и, короче, поняхи тоже дошли до этой темы. И тут, наконец-таки, становится понятным вся вот эта тема с радугой на новых коробочках. И, как видите, Twilight у нас тут с радужными крыльями будет. И вы сейчас посмотрите оформление стенда. Там очень много радуги. Короче, радуга из всех щелей. И, что примечательно, касаемо этого спешла, его не рисуют DHX. То есть его полностью рисует Boulder Media. И посмотрим, что у них получится. То есть, если вы помните, раньше DHX рисовал канадский. И пару лет назад они, Hasbro, купили еще одну студию Boulder Media. Они рисовали, вот я не знаю, они рисовали или все еще помогают рисовать квестра-гелл с последних. Вот, и, короче, они постепенно на них перекладывают по ней. Вот, и конкретно вот этот Rainbow Road Trip полностью рисуется не DHX. То есть, короче, вот вообще. Поэтому будем ожидать, что из этого получится. И хотела вам показать стенд. Стенд, а, ну давайте видос вам покажу. Сейчас. Это пока стенд... Сейчас, короче, вы посмотрите 30 секунд до видео. Короче, сама выставка как бы еще не началась. Она откроет двери только для вот сегодня, вот через несколько часов для посетителей. Пока это видео снято после установки стенда самими работниками Hasbro. Просто для краткого тизерного анонса их стендов. И сейчас я вам включу. Видели, там по поняшам буквально два кадра попало. Это часть с вот этими радужными. Брашки и прочее, прочее. И часть с Cutie Mark Crew. Если там часть, ну, по Эквестра-геллс, вроде там какая-то картинка висит, наверное, что-то есть. И я надеюсь, что вот уже сегодня, как раз после стрима начнутся выкладываться уже более детальные фотки всего-всего. Вот, так что, скорее всего, в новостном выпуске. Смотрите новости, в общем, завтра где-нибудь. Вот, и я там вставлю уже нормальные, не вот эти вот размытые фотки, а нормальные фотки того, что есть на стенде. И тут уже видно, что есть и новые какие-то вещи, и просто старые. И оформление, да, вот эти радужные крылья. Короче, будьте готовы к большой тематике радуги в этом году. Вот, и сейчас там будет еще слайдик, где расписано. Короче, что мы тут можем видеть? Во-первых, большой пак брашек в форме радуги. Большой пак брашек в форме радуги. Вот, дальше. Игрушки первой половины года. Это твайл с радужными крыльями, причесываями эти самые релити спинки, там, Селестия с луной, все такое. Дальше, перепаканная... Перепаканная? Новая версия на 12 больших пони модниц. Или 10, сколько их там? 10. Какие-то новые поняхи, вот эти головастики, понятно, пока не понятно. Это какой-то новый анонс. Что-то там еще разглядели, что-то там разглядели. Еще понять, что разглядели. Ну и крюшки. В общем, крюшек будет много. Ждем фотки. Ну и это, в общем, не колонки только в новом варианте. В общем, будем ожидать. Сейчас, дайте я попью. Я думаю, уже буквально сегодня к вечеру все эти фотки появятся в нормальном качестве. Проверяйте группы, проверяйте завтра новости, если что на ютубе. Все это будет. Рейнбоу Пауэр как-то логичнее выглядели. Ну да, то есть у них, в принципе, уже была тематика Рейнбоу Пауэр в четвертом сезоне. Вот. Ну и тут вот они как-то вот вернулись к истокам. Посмотрим, что все это выйдет. Бедная тома дальше, ты сможешь поспать. А меня же как бы никто не заставляет. Если мне будет интересно... Кстати, мне сегодня эта выставка снилась. Мне снилась, но мне снилось не то, что я сижу в ночь пощупам фотки и пилю новостной выпуск. Мне снилось, что я прямо на этой выставке нахожусь. Только, естественно, там... Ну, я не видела стенда до этого. То есть там немножко все по-другому было. Но мне снилось, что я нахожусь на выставке. И что мне надо пилить новости прямо оттуда. Какой-то кошмар был. Серьезно. Прям сегодня снилось. Короче, если мне будет самое интересное и как бы на вот этом всем, я могу запилить новости и ночью. Большое спасибо, ДНС. Двоеточие три. То есть... Не, вы не думайте, если вдруг я буду пилить новости ночью и они выйдут рано утром. Это не значит, что я через силу сидела. Нет, наоборот, мне может просто не спаться. И поскольку как бы новая инфа, все такое, там, тыры-пыры, на подъеме могу и ночью запилить. Но могу и не ночью, как пойдет. Количество зрителей обычно показывается, но иногда, может, это самое. В России была вторая волна, Кьюти Марк Рюм. Талян, были только наборы, капсул второй волны не было. Под радужными крыльями сет мини-фигурок. Очень хочется, чтобы выпустили новые сеты по мини-фигуркам. Пока не очень понятно на этих фотках. Я думаю, надо подождать, потому что там так все мелко, честно говоря. Вот это не мини-фигурки, это обычные фигурки. Вроде как. Ну, еще раз говорю, тут не очень понятно, поэтому надо подождать. Вот это обычные кониколонки. Ну, там еще что-то было. Тут, там что-то. Не, это, наверное, который с сумочками, да? Ну, в общем, ждем с нормальной фотки. И еще хотела по поводу от Катабуки анонса. Вы, в принципе, это уже знаете. Я просто об этом не говорила на стриме. Мало ли кто пропустил. Эта фотка появилась в прошлое воскресенье. Катабуки анонсировала всех шестерых девчонок. Очень народу запала в душу новая Rainbow Dash. Очень загорелая, наверное. Вот. И очень много фан-артов с ней, кстати. И, в общем, сейчас такой расклад, что Пинки сейчас в предзаказе выходят в мае. Twilight 14 февраля открылся предзаказ. Сейчас вы ее фотки посмотрите. Выходят в августе. Обе они стоят, каждая, почти 12 тысяч йен. Это больше 100 баксов. Чуть-чуть. Сто с хвостиком. А следующий у нас выходит в флоте. Где-то то ли в конце этого, то ли в начале. Ну, короче, там написано Winter 2019. Ну, соответственно, наверное, в декабре где-нибудь в этом районе. Дальше, в начале следующего года, 2020-го, выходит Rarity. Rarity. И по поводу Applejack и Dash'ки еще ничего точно не известно. И стартовал, соответственно, предзаказ на твайку. И нам опубликовали все ее фотографии практически со всех ракурсов, кроме самого интересного. Еще раз говорю, что стоит такая девчина 100 с лишним долларов. Вот. В общем, в перерасчете с учетом доставки и прочего, тысячи семи она вам обойдется. Вот. И вот такая девчонка вместе с поняхой. Два в одном. Ну, не знаю, многие пишут, что им лицо не нравится, мне все нравится, допустим, кроме цены. Но это коллекционный мерч для тех, кто может его себе позвалить. Поэтому, как бы, смысла не было надеяться, что он может быть дешевле. И еще по поводу анонсов, которые были приурочены к выставке. Котабуки я тоже к выставке, понятное дело, это анонсировала. Это миниатюрные поняшки от, как World's Smallest, так и называется серия, от Super Impulse. Вот. И это такие мини-мини, мини-мини пони и Firefly почему-то без этих, без крылышек. Ну, короче, такие мини-поняшки, как типа по первому поколению. Вот. Это пока все новости по игрушкам. Но я думаю, что, еще раз говорю, сегодня их будет, скорее всего, в достатке. Так что проверяйте потом попозже, ближе к ночи, группу. Ну, или уже завтра по новости. Вот. По поводу спешелов на ютубе. На этой неделе снова вышел спешл как Equestria Girls, так и поняшный. В поняшном спешле нам Флоттершай рассказывала ее секрет, почему ее из месяца в месяц выбирают лучшей учительницей месяца. Вот. И вы посмотрите этот спешл в перерыве, как и в спешл по Equestria Girls. Ну, он довольно миленький такой. Вот. И, ну, короче, оказалось, что она действительно хорошая учительница. Ну, или она, скорее, знаете, боится расстроить своих учеников, поэтому всегда придумывает что-то такое, как их порадовать. И поэтому, в общем, да, ни Дэшка, ни Applejack с ней не сравнятся в этом деле. Так что у нас лучший учитель года — это, конечно же, Флоттершай. Вот. И серия про рерити по Equestria Girls тоже, опять-таки, пародирует. Ютубовский жанр уличной моды, ну, или просто фэшн. И вот тут почему-то рерити посредине осени приспичило примерять летнюю коллекцию. Вот. Ну, возможно, в курсе, что там все вот эти летние календари с барышнями на пляже, как правило, снимаются зимой. Вот. И девчонки там в купальниках мерзнут. Ну, вот из этой оперы что-то рерити, короче, решила девчонок, да, показать летнюю свою коллекцию чуть-чуть заранее. Вот. И, в общем, как бы страдания других персонажей ее не особо волновали. Но я хочу переслушать вот это в дубляже, потому что я не все поняла, о чем они тут говорили. Вот. Но суть в том, что она, в общем, всех переодевала, и они все замерзли там, бедняги, и в конце выпал снег почему-то. Мне особенно нравится, как там Applejack штаны такая натянула в виде кофточки. Вот. Так, дальше игра. Сейчас попьем. Пока кто уходит, сразу говорю, записи части по Cellar Mode на YouTube не будет. Только новости. Вторую часть мы просто тут пообщаемся, клипы посмотрим, и этой записи не будет на YouTube, она только на Twitch будет, но в течение двух месяцев у вас будет возможность пересмотреть, если что. Мне больше Pinky понравилось, но я бы всех купил. Ну, Pinky больше понравилось. Pinky выпускали первый, потому что она более яркая, более детальная, поэтому первый и делывали Pinky Pie, а не Twilight, чтобы она больше внимания к себе привлекла к серии в целом. Да, а Twilight уже как главную героиню уже потом. Потому что Twilight, конечно, Pinky проигрывает по многим параметрам. По визуалу тут даже не в том дело, как они там сделали, не сделали, а в принципе как перс. Ну, в смысле, просто менее привлекательно, скажем так. Будем голодать. Не так уж и дорого, плюшки от крафтеров дороже бывают. Не, ну это само собой, что, в принципе, для уникальной, достаточно такой коллекционной штуки, это нормальная цена. Для, если что, фигурки этой фирмы все время стоят примерно в таком диапазоне, и даже больше. Вот, поэтому это как бы норм. Привет, кто подходит. Кто подходит, кто уходит. Мне кажется, бессмысленно выбирать Учителя Года, если всегда выбирает одного и того же. Ну, возможно, Twilight надеется, что рано или поздно другие учителя тоже подтянутся. Зато Twilight выглядит как типичная японка из аниме, но мне все равно Pinky больше нравится. Ну, чаще всего Twilight, в принципе, азиаткой рисует, потому что, ну, у нее как бы такое... У нее и в оригинале азиатский разрез глаз, если что. Ну, в смысле, мендолевидный. Вот. А у Pinky обычный. Так что, короче, все хороши. Дальше у нас пони ферма. У нас идет... Проходит акция. Я вот вам своих скриншотов-то кидала, чтобы чуть уменьшить вопросов на каком-то этапе. Я, если что, вчера вечером получила директрису. Мне, кстати, очень понравился момент, когда я, короче, качаю костюм по принципу сначала низ, потом вверх. Вверх. И, в общем, сначала Шанинку, ну, как бы норм был. В общем, в целом костюме низи, да, ну, в камуфляже. А потом он, короче, как бы низ докачал до костюма, а вверх еще вот эта шапка. И он так достаточно долго у меня был. В таком виде, в костюме и в этой шапке черной. Вот. Очень забавно, на самом деле, было. Ну, вчера мы побили твайку, получили директрису. И сейчас я, соответственно, на этапе перед Кейденс. Но я думаю, что за три дня тут не точно хватит ее времени добить. Добить. Потому что уже по плюс 14. И тут, как бы, ну, в общем, достаточно бодренько, на самом деле, все проходит. Даже с одним бустером вполне норм. Вот. Также на этой неделе у нас тоже праздничная акция, которую надо не забыть начать сегодня, а не как в прошлый раз. На InCrowse вагонетка. И также особая акция на Разогнать тучи на Не помню, как зовут жеребенка. Вот. Я все ждала, пока мне большой баннер с ней выпадет. Но вы ее помните. Вот. И по поводу 14 февраля были скидки на поняш с фиолетовыми гривами, приуроченные к празднику, в том числе гиппогрифы. И, конечно же, скидки на традиционные украшения ко дню всех влюбленных. Для тех, кто играет не так давно и еще что-то не успел себе купить. Скидки были вполне неплохие. Вот. Я себе взяла поняшку из серии про родителей Sunburst и Starlight, которая одна из владелец... Да, вот владелец книжной антикварной лавки с книжками, которая бегала. Ну, просто я ее взяла. Она мне понравилась, и я ее взяла. Я там особо ничего не рассчитывала, просто взяла и взяла. Вот. И также Diamond Rose у нас объявилась. Объявилась все-таки в донатном наборе. Вот. Ну, как бы ожидаемо. Ожидаемо. Ожидаемо, что самое интересное кидают в донатные наборы. Также были скидки на Клудштаунские шарики. Они мало того, что по 21 камень, так еще и бесплатные два шара оставшиеся. И увеличен шанс был на выпадение местных поняж. Ну, гиппогрифов в данном случае. Я сыграла только один раз за монетки. Я не стала тратить камни. Это азартная игра. Мне в ней не везет. Вот. Но я видела, что ребята как бы тратили камни. В принципе, да. И шанс выбить гиппогрифов действительно был больше, чем обычно. Вот. Но я говорю, я лучше потрачу на Ink Rose, на вагонетку, чем на шанс, который как бы шанс всего лишь. Также были скидки, понятное дело, на ресурсы. И, кстати, вот интересные скидки были на ресурсы текущей акции. Можно было... Это я зевнуть хотела. Можно было, короче, докупить волшебных монет. И там какой-то бонусный увеличитель. Рандомный, короче. Что только не придумают. Вот. Я думала, у тебя бустер-очкарик. Не, я брала агафера. Чтобы был стимул у других учителей к чему-то стремиться, да. Пинни Лейн. Окей. Пинни Лейн. Сейчас я запишу для новостей. Пинни Лейн. Ну, я потом все равно бы ваку в этой коллекции проверила. Пинни Лейн. Там на последнем этапе босс кейденс огромная. Да, я знаю, что там достаточно крупная моделька этой кейденс. Ну, что поделать. Я потратил 65 камней и получил всех троих поняш. Пишет Интоград. Но тебе повезло. Все, что я могу тебе сказать, тебе повезло. Вот если я даже потрачу там свои с усыщенным камней, я вот на 99% уверена, что мне ни один гипогриф не выпадет. Серьезно. Почему последний костюм всеми с первого уровня, а вот последняя сила шайнинга 85? Потому что, чтобы у вас был шанс получить последний костюм, но еще не получить последний приз. То есть, вы можете докачать шайнинга до последнего костюма, но при этом времени может не хватить на последний приз. И мне кажется, это вполне честно, потому что последний приз действительно уже достаточно сложно получить. И как бы... Ну, в общем, это нормально, что... Самый последний костюм выдается не за самый последний приз, а чуть раньше. Ладно, поехали дальше. Дальше у нас новинки в магазинах. Вышел номер с Silver Stream. Я пока не покупала. Я видела только в одном месте одну... Один экземпляр в магните в местном. Вот, я не стала брать, потому что там лежала очень неаккуратно покрашенная фигурка. У нее были большие ляпы на шее в районе ожерелья. Большие ляпы были. Вот тут половнички, где покрашены были. Короче, мне не понравилось совершенно, как она была покрашена. Я решила пока не брать, поискать более аккуратный вариант. Вот, и моя фигурка... Вот тут вот есть фотки. Я вам показывала это в новостях. Вот, как эта фигурка реагирует. Она, короче, на холоде она розовеет, а в тепле она белеет обратно. Вот, и та фигурка, которая была у меня в магазине, она, короче, лежала недалеко от входа. Ну, там пресс-отдел недалеко от входа. И вот фигурка, короче, лежит в пакетике. Вот. В общем, в пакетике фигурка лежит. И та сторона, которая ближе к внешней, ну, короче, ближе к улице, да, соответственно, она у нее розовая. А та, которая внутри, ближе к бумаге, к пакету, та белая. Я на нее так смотрю, вот так в профиль. А та такая напополам разделенная. Думаю, ну-ну. Короче, я не стала брать пока поняху. Решила поискать более аккуратный вариант. Потому что, ну, там совсем наляпано было. То есть, ну, вообще не очень. Я подумала, что я еще лучше поищу, чем брать первую попавшуюся. Вот. Но если я даже ее найду, обзор, скорее всего, будет только через две недели. Потому что на следующей неделе я... Все, я ушел. Вернуть нескоро. Дальше. На Азоне. Неплохие скидки на новых поней. Большая Твайлет. Со скидкой у них есть уже с радужными крыльями. И новые наборчики, которые с сумочками, тоже идут сразу почему-то со скидкой. Я не знаю, в чем такая щадрость. Это действительно цены со скидками. То есть, в детском мире без скидок они дороже. Вот. И в детском мире вот на эти пока скидок нет. Но там есть скидки, во-первых, на волны. Если у вас еще есть пакетики с волнами, можете проверить. Потому что сейчас на них должны быть скидки. В детском мире. Также в детский мир завезли это, я не помню, в Москве, не в Москве фотки. В общем, в любом случае, в регионы оно доезжает почти тоже одинаково. Уже в рознице куклы с поняхами. С Руза Миро, которая коллекция. И также скидка снова на базу. Тоже детский мир. Вот. И вообще в детском мире там много на всякие наборы скидки бывает. Поэтому вы как бы периодически посматриваете и на сканере проверяете. Потому что там все бывает. Вот. В Тойеру завезли третью волну капсул. Вот. И у кого-то туда даже еще, да, вон, хайлоуинские пакетики продаются. У нас в Тойеру пока ничего не было. Как и в детском мире. Но я имею в виду кукол. Дальше. Это у нас новые номера от раскрасок от Игломес. Спецномер второй из Пинки Пай. И наклеечками. Тут такие всякие стикеры прикольные. И также это у нас 16 и 17 номера обычных раскрасок. Вот. Все уже в продаже. С 16 числа. То бишь сегодняшнего. Вот это. Вот это у нас. Значки с вышивкой от питерской мастерской Дизи. Я, наверное, в пони новости выпуск не буду это включать. Потому что это ближе уже к крафту идет на мой вкус. Ну, как бы это уже не масс-продакшн. Это уже более такое крафтерское. Я просто решила вам показать. Потому что интересный вариант. Вышивка. В смысле, значки с вышивкой. То есть на канвасе. На канвасе. На канве. Сразу вышивка и значок оформленное. Вот это вот подделка монополии. То есть это не оригинальная монополия. Но она совершенно от Happy Gaming. Не Hasbro Gaming, а Happy Gaming. Вот. Но она ничем не отличается от оригинальной. Поэтому если вы такую вдруг найдете, то в принципе интересный вариант. Потому что она как оригинальная, только дешевле. Ну и может быть менее качественная по материалам. Но я думаю, кого это когда останавливало. Она на английском, если что. Русский вариант, по-моему, такой монополии и не выходил в принципе. Вот. И всякие разные интересные штуковины. Вот в тему Лего по ней вот такой еще у них. Замок вышел. Тут прямо мега замок. Вот. Делали предположение. Возможно, это типа школа дружбы. Ну, прототип. В смысле прототип этого замка. Это замок. Игрушечный замок школы дружбы. Ну, в целом, вот расположение башенок похоже. Да, похоже. Вот общий силуэт. Вот как тот был замок прототипа. Его был кристальный замок. То вот этого замка прототипа. Очевидно, замок школы дружбы. Потому что расположение вот этих всего элементов, в принципе, похоже. Книжки у нас из Читай-города. Они скучные истории. Я не уверена, насколько они новые и старые. Ну, вот фотки выложили. Окей. Это у нас эстонский вариант. Книжки, раскраски и чего-то там она кидала. Это у нас куколки. Маленькая куколка. Да, и ларёчка футболочки. И что-то там лак был или что-то ещё. Да, и лаки. Вот. И ещё хотела показать непоняшный новый анонс от Hasbro. Я забыла, как называется. Это blind bag. Блайндбэги будут в этом году. Вот. Возможно, это только первая волна. Возможно, потом будут другие волны. И тут интересные дизайны. Например, Золушка в своём платье, которое платье её мамы. Да, там. Или Аврора, у которой вот двухцветное платье, когда эти самые перекрёстно на неё выстрелили феи. Или Жасмин в сиреневом варианте, который тоже не её основной. В общем, такие blind bag с нестандартной раскраской. Вот. Возможно, это только первая волна. И, возможно, позже будут и другие персонажи. Потому что, вы видели, там только два принца. Возможно, позже выпустят ещё мальчиков. Но не факт. Пока об этом точно информации нет. И да, я надеюсь, что на выставке игрушек тоже где-нибудь стенды с этими милашами будут. Это тоже Hasbro, если что. Так. Новости я вам все зачитала. Если есть вопросы, задавайте. После чего я вам включу посмотреть мультики. Налью себе воды. И будем потом за Силермун. Обсуждать. Нет, субботнего стрима не будет. Диаген, субботнего бы стрима не было. Даже если бы были стримы на неделе. Потому что там 23 февраля. Вот прям день в день. Я никак. А эти нескученные истории видел, считай, в городе месяца три назад. Ну, три месяца это ещё норм. Я думаю, что они-то вообще два года уже стоят. Какие милые принцессы. Успела на мультике. Молодец. Решили выпустить под премьеру Kingdom Hearts 3 принцесс. Да, Hasbro. У них же сейчас лицензия на диснеевских принцесс есть. Они, в принципе, уже несколько лет штампуют по ним неплохие игрушки. Вот, допустим, два года назад это были, три года уже назад, Little Kingdom. Потом они неплохие делали, ну, не полнорыстовые, а большие куклы неплохие делали. Сейчас вот эти. То есть у них есть лицензия сейчас на Little Prince, ну, в смысле, на принцесс. Дисней принцесс. И они сейчас их вообще штампуют и в таком размере, и в таком, и в таком, и в таком. Очень много, и это не то, что там под Kingdom Hearts, как-то они под угадывали, нет. Просто пользоваться случаем, пока у них лицензия. Хельга пишет, пока слушала новости в Pony Firm, и решила пару раз сыграть таки в шарики. Первый раз сразу выпал гиппогриф с розовой гривой, а второй раз ничего. Ну, вот я один раз сыграла за монетки. Вот, ну, и два шарика бесплатно лопнула. Мне ничего не выпало, вот. Ну, и как бы, знаете, я считаю, что если бы выпало, выпало бы сразу. А если не выпало, значит, и все. Вот. На следующий стрим... Да, не будет стримов, потому что мне надо заниматься крафтом. И я немножко перегорела от видосов и от стримов, в плане того, что в стримах я вообще перерыва не брала. Вот, после того, как я вернулась с РБК, у нас было без перерыва по 4 стрима в неделю, иногда по 3, вот. И от видосов я вот, там, в новогодние праздники, там, недельку отдохнула и потом опять. Короче, я устал, мне надо перерыв. И заодно мне надо позаниматься крафт-заказами всякими разными, вот. Потому что, как бы, надо, надо. Я не успеваю все делать одновременно. Так. Да, это была Ариэль. Лучше, чем поньки-блайндбэги. Ну, так поньки-блайндбэги, это... Так эти и стоят, будут дороже, чем поньки-блайндбэги. Гораздо. Ладно, хорошо. Если у вас есть какие-то еще вопросы по новостям, сейчас, давайте, на всякий случай, проверим, появилось ли каких-то новых анонсов по поводу выставки. Вот сейчас буквально я тут зайду на Equestria Daily, на MLP Mer. Вроде ничего нового нету. Соответственно, новости по выставке, соответственно, будут во второй половине ночи. Ладно, во второй половине вечера. Ну, она у них откроется где-то... У нас будет 6 вечера, у них как раз откроется выставка в этот момент. Вот. Ну, и в районе 8-9 вечера наверняка будут уже первые фотографии. Там, может, на Equestria Daily вывесят какие-нибудь фотоотчеты. Поэтому вполне возможно, я буду всем этим заниматься до глубокого утра. Так что проверяйте потом. Вот. Все. Тогда я вам ставлю мультики. Вот. А сама иду за водой, и мы потом с вами пообсуждаем с Эллэрмунь. Вот. Если есть опять-таки какие-то вопросы, еще тоже пишите в чате, выделяйте ник. И я тогда вернусь, все прочту. Вес произвести следующие по файлу в папке. Все. Я вам два подряд поставила. Не орите так.